В Сочи у сотрудников ДНД появится спецформа. Об этом стало известно во время заседания городского штаба народных дружин. В Сочи появились 86 новых площадок для занятий воркаутом. Еще одну готовят в селе Черешня. Рядом уже готова детская игровая зона. Рай представлен в художественном музее. Одноименную выставку представил американец с сочинскими корнями Эдвард Беккерман. На фестивале молодежи в Сочи определят победителей Кубка Голдберга. Сейчас начинающие инженеры могут подать заявку. Краснодарский край должен увеличить производство мяса. Об этом сегодня во время общения с фермерами Тимошевского района рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев посетил хозяйство, где разводят быков мясных пород. В регионе сейчас наблюдается перекос в сторону растениеводства. Из-за этого проседает животноводческая отрасль. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Такий вот крупнорогатый скот из сельского хозяйства. Это грандиозная ошибка, что мы сегодня пытаемся его как-то убрать из этого цикла, из этого оборота, что само по себе оно неправильно и для жизни, и для экономики села. Для вас они составляют экономику в целом? Я очень глубоко убежден, что земля без животноводства сирота. И животноводство, да, больших денег в мясном скотоводстве нету, но очень необходим и все равно на рентабельно. Также глава региона посетил хозяйство, где выращивают картофель, лук и пшеницу. Говорить о проблемах, которые сейчас волнуют фермеров, продолжили уже на совещании. Бойцовские клубы должны быть современными спортивными студиями. Об этом шла речь на встречу губернатора края с руководителями центров смешанных единоборств. Сегодня бойцовские клубы есть чуть ли не в каждом городе, а большинство их воспитанников – это молодежь. Как отметил Вениамин Кондратьев, работа таких секций должна ориентироваться на здоровый образ жизни. «Спортсмены, которые называются бойцами, вы сами их воспитываете в том духе, в тех традициях, которые сами закладываете. Безусловно, и мне очень важно понимать, чтобы сегодняшние клубы бойцовские, по сути, чтобы они не были подвалами 90-х. Мы должны здесь на деле понимать, кто у вас тренируется, какие у них задачи, как они себя хотят реализовать в жизни. Если вы занимаетесь молодежью, коллеги, занимайтесь, я не против. Но делать это во благо обществу, во благо краю. Так, чтобы мы не беспокоились за тех ваших воспитанников. В жизни они не могут быть бойцами. Когда они выходят на улицы, это законопослушные граждане, в первую очередь, которые, наоборот, стоят на страже стабильности, стоят на страже закона». Кроме того, деятельность бойцовских клубов должна стать прозрачной, добавил Вениамин Кондратьев. А значит, в ближайшее время необходимо на региональном уровне решить вопрос с регламентированием таких организаций. В Сочи у сотрудников ДНД появится спецформа. Об этом стало известно накануне во время заседания городского штаба по координации деятельности народных дружин на территории города. В охране общественного порядка ежесуточно задействованы полсотни народных дружинников и не менее 75 казаков. Общая численность членов ДНД по курорту составляет около 2000 человек. Рейдовые мероприятия проводятся по разным маршрутам патрулирования. В них принимают участие дружинники, казаки, а также сотрудники полиции. Они проверяют выполнение детского закона, ликвидируют различные правонарушения, а также участвуют в событийных мероприятиях на курорте. И если у полицейских и казаков есть форма, то членов ДНД сложно отличить от обычных граждан. Несмотря на то, что у каждого есть удостоверение и нарукавная повязка, некоторые их игнорируют во время рейдов. Анатолий Пахомов считает, что к спецсимволике обязательно должна добавиться и форма. Члены ДНД в повязках, либо в накидках ДНД, это тоже говорил, что районы должны приобрести, либо мы им приобретаем, чтобы они выходили и было написано. Казаки, если выходят, они выходят, четко понятно, они в форме, поэтому на них реагируют. И там, где есть казаки у нас, там у нас полный порядок. ДНД у нас не видно, потому что надо форму, купите накидки. На приобретение формы, а также на поощрение членов ДНД мэрия готова выделить необходимые средства. Отметил городоначальник и работу казачьих дружин во время активного летнего сезона. Во многом благодаря им удалось избежать пробок на трассах. Казачество действительно замечательно отработало. Мы даже собираемся почествовать их казачьим мероприятием, вручить и благодарственные письма, и медали, и так далее, и тому подобное. Потому что они этого заслужили. За прошедшие 8 месяцев в Сочи благодаря совместной работе казаков и дружинников задержано больше полутора тысяч правонарушителей. За нарушение правил пограничного режима троих жители Средней Азии и сотрудники краевого пограничного управления выявили вблизи российско-абхазской границы. Иностранные гости прибыли в приграничный поселок Нижняя Шиловка с целью поиска работы, но якобы не подозревали, что для беспрепятственного пребывания на этой территории необходимы специальные пропуска. Мужчин задержали и доставили в Адлерский районный суд, который привлек правонарушителей к административной ответственности и применил наказание в виде штрафа в тысячу рублей и административного выдворения из России. Для исполнения приговора суда мужчин передали в Центр временного содержания иностранных граждан. Всего с начала года в приграничной зоне близ российско-абхазской границы выявлено свыше тысячи нарушителей правил пограничного режима, более половины из них иностранные граждане. В Сочи пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков. Сотрудники полиции для проверки документов на посту Магри остановили автомобиль, которым управлял 30-летний житель Свердловской области. Мужчина явно нервничал и было принято решение о проведении досмотра транспорта. В салоне автомобиля в подлокотнике между передними сидениями полицейские обнаружили шесть полиэтиленовых пакетов с порошкообразным и кристаллическим веществом. Еще восемь полимерных пакетов с наркотиком правоохранители обнаружили под запасным колесном в багажнике машины. Задержанный пояснил, что нашел работу наркокурьера через интернет и собирался сбыть запрещенные вещества на территории Сочи. В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Житель Свердловской области арестован и помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Стали известны подробности аварии, которая произошла в Сочи 2 сентября. ДТП случилось на Мамайском перевале. На кадрах видно. Грузовик, груженный арматурой, во время спуска по трассе не справляется с управлением. Автомобиль опрокидывается на бок, уходит в кювет, весь груз оказывается на дороге. ДТП произошло 2 сентября и тогда сообщалось, что водитель, вылетев из кабины, погиб. Его обнаружили посреди рассыпанного груза. Но оказалось, что мужчина выжил. Как удалось выяснить сайту «Блокнот Краснодар», у знакомого выжившего водителя, грузовик он завалил специально, чтобы арматура не навредила другим участникам движения. Но сам водитель получил значительные повреждения. Ему ампутировали руку и ногу. Ну а вот участниц аварии со сгоревшим в субботу в районе пансионата Южный BMW X6 повезло меньше. Накануне утром от полученных ожогов пострадало 90% тела. Жительница Воронежа скончалась в больнице. Производственные базы и склады должны быть приведены к единому архитектурному облику. Они должны выглядеть не хуже, чем магазины и другие торговые объекты. Об этом шла речь на специальном совещании, которое в администрации Сочи провел заместитель главы города Олег Ясюк. Он поручил профильным управлением мэрии поторопиться с реализацией тех эскизов, которые были предложены каждому из предпринимателей, собственников складов и баз. Объекты должны быть приведены к единому архитектурному облику в ближайшее время. Сейчас с собственниками делаем им эскизы и наводим порядок, потому что с баз идёт – это обеспечение продукции, обеспечение сельхозпродукцией. Поэтому для нас это очень важно. Вместе с Пожнадзором, вместе с Роспотребнадзором и готовимся, конечно, к чемпионату мира по футболу, поэтому приедут очень много гостей. Все санитарные требования, эстетические требования все должны быть выполнены. Зашла речь о работе автомоек. Олег Ясюк поручил проверить, не нарушают ли они экологию курорта, куда сбрасывают опасные отходы, установленные ли на моечных комплексах очистные сооружения. Еще одной детской площадкой в Сочи стало больше. На этот раз её сдали в эксплуатацию в поселке Нижняя Шиловка Адлерского района. И сегодня там уже с утра играли малыши. Параллельно строятся спортивно-оздоровительные площадки. Их в Сочи уже более 600. В их числе 86 новых площадок для занятий воркаутом. Обо всем по порядку. Елена Овсецына. Моника и Анжелика – сёстры. Здесь у бабушки в Нижней Шиловке они бывают часто. И, конечно, теперь малышки не сидят только во дворе. Сельские улицы похожи теперь на городские. Только в Нижней Шиловке таких игровых зон уже пять. До образования этой площадки был обрыв. Здесь не было ничего абсолютно. Был пустырь. Стоял посередине этой площадки старый электрический столб. И ничего не было. Ну, был отсыпан грунт. Сделано основание. Установлены непосредственно комплексы. Места для отдыха детей оборудуют по просьбе жителей. На сходе вместе с главой города, который регулярно посещает сельские округа, определяют, где лучше обустроить территорию. Вечером, когда дети возвращаются из детских садов и после школы, на площадках бывает шумно. Родители довольны, сами следят за порядком и помогают обустраивать детскую зону. Высаживают вокруг Кипарисы. Дети сейчас не бегают на дороге, играют на площадке. И мамы молодые могут посидеть, посмотреть за своими детьми на скамеечке, культурно, цивильно. Следим, чтобы не бросали мусор, ухаживали, чтобы большие детки не ломали. Как бы очень рады площадке. Довольны очень. И дети очень довольны, потому что играть раньше было негде. Поэтому большое спасибо. Большое спасибо в адрес тех, кто помогает растить детей в комфортных условиях. Совсем скоро будут благодарить за площадку для воркаута подростки села Черешни. Это тоже Адлерский район. Там монтируют оборудование для занятий детей на турниках. Площадка необычная, с видом на аэропорт. В Сочи 77% детей занимаются в спортивных секциях. Для тех, кто не желает их посещать, спортплощадки рядом с домом. Развитие спортивной инфраструктуры в Сочи идет полным ходом. Особенно бурно сразу после зимних игр 2014 года. В общей сложности число спортивно-оздоровительных площадок к 1 октября на курорте достигнет 600. Гелена Овсицын, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Школьники Сочи заступят на почетную вахту памяти. Караульную службу будут нести ученики 39 школ курорта. На пост номер один в завокзальном мемориальном комплексе 8 сентября в 14 часов заступят курсанты военно-патриотического клуба ВДВ «Патриоты России». Перед заступлением на пост ребята дадут торжественную клятву. Почетную вахту также будут нести у значимых объектов военной истории курорта. У мемориала хостинцам, погибшим в годы войны, у памятника адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной, у мемориального комплекса в честь 65-летия победы в Адлерском районе, а также у комплекса «Горка героев» в Лазаревском. Вахта памяти направлена на укрепление памяти славных побед российских войск, определивших историю России. Нести вахту память отмечают организаторы. Это в первую очередь возможность выразить благодарность предкам за то, что мы живем в мирное время. 150 километров трасс на горнолыжных курортах Красной Поляны объединит общий скипас. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Решение о создании единого скипаса для трех горнолыжных курортов Сочи было принято в январе текущего года. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил руководству курортов Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром совместно с администрацией Краснодарского края разработать механизм внедрения единого электронного носителя для всех зон горнолыжного катания. Сегодня единая система проходит период настройки. Его планируется завершить в ноябре. Ожидается, что уже в декабре система будет запущена в эксплуатацию. Гостям предложат несколько тарифов в зависимости от периода пребывания. Разовый, сезонный абонемент и абонемент на несколько дней. Всего туристам будет доступно свыше 150 километров трасс на курортах Красной Поляны. Такое нововведение приблизит уровень сервиса в крае к международному формату. Поможет привлечь дополнительное число туристов. Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что горнолыжные комплексы региона могут составить достойную конкуренцию зарубежным. Губернатор также уточнил, что такой формат позволит туристам более грамотно планировать бюджет на отдых, выбирая подходящие трассы и объекты размещения. Рай представлен в Сочинском художественном музее. Выставка Эдварда Беккермана готовилась специально для нашего города. Американский художник родился в Сочи, но в 1974 году его семья эмигрировала в США. Спустя 43 года Эдвард Беккерман решил представить свое искусство в родном городе. Экспозиция стала первой частью большой выставки, которая состоится в декабре этого года в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. Слово Татьяне Говорковой. Картина Эдварда Беккермана находится в коллекциях по всему миру, а также продается на аукционах. В 2015 году творчество выпускника Нью-Йоркской лиги художников было высоко оценено в Московском музее современного искусства. В этом году у Беккермана запланировано несколько персональных и групповых выставок на музейных площадках России и Европы. Открывает эту серию экспозиция «Рай» в Сочи. Это действительно город моего детства. И у меня это была моя старая мечта – привезти сюда выставку. Я просто не думал, что это произойдет, как говорится, так скоро, как говорится. Но, с другой стороны, очень вовремя. Я надеюсь, что эта выставка «Рай», как я сказал, что я привез «Рай» в рай, потому что Сочи, он действительно… Прекрасная фраза. Как маленький рай для меня. Я вспоминаю это всегда с таким удовольствием. Визит у художника Сочи рад, ведь Эдвард Беккерман не только родился в этом городе. Его отец прославлен на курорте своим известным монументом – писателю Николаю Островскому. Это дорогого стоит. И поэтому сегодня приветство на нашей земле современного художника, художника, корни которого из нашего города Сочи. Мы вот уже в предварительной беседе с Эдвардом проговорили, что мы точно хотим того, чтобы этой выставкой началась наша большая дружба. Критики называют Беккермана классическим модернистом. В творчестве же художника отображается вселенная или, как ее называет автор, рай, который он видит в сновидениях. Это эфирные ангелы-хранители и магические цветы. Выставка будет открыта до 1 октября в Сочинском художественном музее. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На фестивале молодежи и студентов в Сочи определят победители Кубка Голдберга. Всероссийские командные инженерные соревнования по созданию машин Голдберга проводятся с целью популяризации технологического творчества и профессии инженера среди молодежи. Машина Голдберга – это сложная конструкция из обычных материалов, которые используются нестандартным способом. Их выстраивают и соединяют определенным образом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу, например, включить лампочку или запустить хлопушку. Действия следуют друг за другом по цепочке и без остановки. Их разнообразие и эффектность финала зависит только от фантазии инженера. На данный момент проходит отбор проектов. Заявки принимаются до 13 сентября от студенческих команд составом от 2 до 5 человек. В процессе отборочного этапа участники должны спроектировать и описать будущую машину. Лучшие 10 команд выйдут в финал и получат гранты в размере 30 тысяч рублей от российской венчурной компании на создание придуманных машин, которые они построят и запустят на фестивале в Сочи. В финале эксперты оценят проекты по сложности конструкции, надежности, четкости работы машин и зрелищности запуска. Команда-победитель получит от лиги Голдберга приз в размере 50 тысяч рублей. Призер Олимпийских игр посетит турнир в Сочи. Завтра на курорте стартует открытый турнир по плаванию на призы заслуженного мастера спорта СССР бронзового призера Олимпийских игр в Мехико Владимира Немшилова. Свои заявки на участие в престижных стартах подали свыше 200 пловцов как в Сочи, так и других городов юга России. Первый чемпионат в честь своего прославленного земляка на курорте провели ровно 10 лет назад, в год 40-летия легендарного выступления Владимира Немшилова на Олимпиаде в Мехико. За эти годы в соревнованиях приняло участие свыше 2000 как начинающих пловцов, так и ветеранов плавания России. Участники поборются на различных дистанциях. Призеры будут награждены медалями и дипломами. Победителей же во всех номинациях ждут именные призы от Владимира Немшилова. Он, кстати, планирует принять участие в церемонии открытия соревнований, которые состоятся 8 сентября в 14 часов. А сразу после открытия турнира будет дан старт на дистанции 100 метров батерфляя. Выступая именно в этой дисциплине, сочинец Владимир Немшилов в далеком 1968 году принес в копилку сборной команды СССР свою бронзовую медаль. Ну и на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...